Приветствую вас, давайте расскажем ваш вопрос. Моя невеста близко общается с моим лучшим другом. Я постоянно ищу подвох и думаю, что они меня что-то скрывают. Думаю, что когда они идут гулять, то мне могут изменить. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от таких моих мыслей и, в принципе, перескать, искать в отношениях подвох. Смотрите, ну, здесь, во-первых, нужна, на мой взгляд, конечно, определенная ввода. То есть, если вот есть у вас невеста, которая, соответственно, общается с вашим лучшим другом, да, то это как-то получилось. То есть это как-то стало возможно. Как это стало возможно? Я не думаю, что это произошло вот просто вот вдруг. У этого есть, как мне кажется, свои причины. У этого есть, как мне кажется, свои основания. У этого, мне кажется, есть какие-то свои обстоятельства, которые в данном случае нам, к сожалению, неизвестны. Но, которые необходимо нам изучить. Которые нам необходимо знать, если мы хотим вам помочь. Вот. Как бы в противном случае просто ситуация, ну, довольно печальная. Вот. Дальше. То, что вы ищете подвох и думаете, что вам могут изменить, на мой взгляд, связано в первую очередь даже не с тем, что ваша невеста не должна гулять с другом. Вот. Ну, в конце концов, как бы чисто, чисто формально, наверное, в этом нет ничего плохого. Хотя это больше, конечно, вопрос ваших ценностей. Это больше вопрос того, что для вас приемлемо и что нет. Да, но самое главное, такие мысли вас посещают исключительно из контекста взаимодействия. То есть, если ваш контекст, контекст взаимодействия с невестой, контекст взаимодействия с, скажем, ну, вашим другом, например, таков, что может возникнуть ситуация, когда может иметь место быть предательство с стороны вашего друга, да, например. Или контекст вашего взаимодействия с вашей невестой таков, что может быть предательство, ну, измена не предательство, а измена, так будет правильно сказать, измена с её стороны, в первую очередь, это вытекает из вашего взаимодействия с, собственно говоря, ну, невестой и другом. То есть, то, как вы общаетесь с невестой и своим другом определяет то, что вы думаете. Подобные мысли, в первую очередь, связаны с недостатком личностного взаимодействия. Что это означает? Это означает, в первую очередь, что вы, на мой взгляд, не очень хорошо отдаёте себе отчёт в том, что за личность ваша невеста и ваш друг. Именно речь сейчас идёт про личность. То есть, именно личностное такое вот, я бы сказал, может быть, глубокое, да, достаточно доверительное общение между вами. Вот этого, этого, скорее всего, нет. Ну, вот у вас, в вашем общении. И, либо, это общение достаточно формально, то есть, когда общение касается, там, нескольких, условно говоря, да, нескольких аспектов, да, то есть, какие-то вот отдельные аспекты, отдельные элементы, отдельные, ну, отдельные, так скажем, сферы интересов. Забрагиваются, да, отдельные сферы интересов, отдельные какие-то вот точки, точки пересечения есть, допустим. Но, в целом, в целом, больше, как бы, вот, ну, я бы сказал, да, что, в целом, вот, в остальном, возможно, есть проблемы. Вот, понимаете, да, какая штука получилась. И это вот то, на что вам, в первую очередь, на мой взгляд, нужно обратить свое внимание. Вот, то есть, как я общаюсь с людьми, да, которых, ну, вот, там, например, я считаю, там, ну, близкими, например. А вот, как я общаюсь с этими людьми. Какое у меня взаимодействие, там, условно, условно говоря, с невестой. Какое у меня взаимодействие, условно говоря, с другом, да. То есть, понимаете, ведь, если друг вами дорожит, если невеста вами дорожит, то измены никакой не будет. Знаете, вот, вот, ну, в чем здесь, в чем здесь важная, ну, важная деталь. А если это происходит, то есть, если это происходит, значит, вами не дорожат. Значит, отношения в какой-то степени выстроены поверхностно. Отношения в какой-то степени выстроены, ну, я бы сказал, я бы сказал, может быть, ну, слепо, или односторонне, или как-то еще. Понимаете, да? Вот. И это все не может мне накладывать отпечаток. Вот. И вы совершаете, на мой взгляд, вот, знаете, такую ошибку, вот, ну, достаточно такую классическую ошибку совершаете. Вот. Вместо того, чтобы, условно говоря, смотреть в сторону укрепления взаимодействия или проведения какого-то анализа взаимодействия, ну, вот, там, грубо говоря, между вами и, там, невестой, между вами и вашим другом. Вот. Вместо этого вы ревнуете, пытаетесь, как бы, себя, ну, успокаивать, да? То есть, вы пытаетесь себя успокоить, пытаетесь найти, скажем так, какие-то доказательства того, что, ну, все хорошо, какие-то, какие-то доказательства пытаетесь найти того, что, значит, ну, что вам, условно говоря, ничего не грозит, вот. А по факту, как бы, таких доказательств, да, их, ну, их просто нет. Вот. Таких доказательств просто нет, потому что, ну, как бы, все возможно, к сожалению. Вот. И вы оказываетесь, как бы, в данном круге. То есть, то есть, человек не уверен в окружающих его людях, как правило, только когда он выстраивает, вот, взаимодействие с ними, ну, вот, на таком, я бы сказал, ну, достаточно, эм, ну, поверхностном уровне, как я уже, э, об этом вам, э, в принципе, э, ну, дал, э, как я вам дал понять. Вот. И, в общем и целом, э, вам нужно стремиться именно туда. Вот. То есть, проведите, э, время, э, со своей, со своей невестой, например, да, вот, э, поговорите, поговорите с нею. Вот. Э, посмотрите ей в глаза, поанализируйте то, что вы с ней, э, то, что вы с ней чувствуете, ну, в смысле, когда вот вы, э, когда вы рядом с ней, вот, проанализируйте то, что вы, то, что вы, э, ну, чувствуете, когда вы с ней находитесь рядом. Вот. И, э, э, как бы, я думаю, что очень быстро, э, я думаю, что очень быстро, э, вы, э, сами, э, сможете, э, всё понять. Вот. То есть, я думаю, что очень быстро вы сами, э, поймёте, ну, грубо говоря, э, что за, э, человек, э, находится, ну, вот, рядом с вам. Вот. То есть, какой человек находится рядом с вам. То есть, тут не нужно, э, э, ну, как мне кажется, да, э, чего-то, ну, чего-то придумывать. Вот. Тут не нужно, э, э, стараться, э, э, изобретать, там, велосипед какой-то. Вот. Тут не нужно, э, придумывать, э, какие-то схемы. Вот. Ну, хотя бы, э, хотя бы, э, хотя бы, опять же, потому что, э, э, схемы вам, ну, не помогут, да. То есть, э, любая схема, она, э, всё равно будет, э, вот, как-то, ну, в этом смысле, э, вами, э, вами самим, она будет, э, эта схема, э, э, как бы, э, обесцениваться. Э, вот. Э, тут дело именно в том, какие я выстраиваю отношения. Э, с, э, ну, вот, с людьми, которые меня окружают, да. Э, вот. То есть, тут дело всё в этом, как мне, как мне кажется. И, вот, э, это, э, собственно, самая главная такая проверка для, э, проверка для вас. Вот. Понимаете? Э, вот такая вот история. Ну, э, лично мне, э, кажется, конечно, я могу ошибаться, э, вот. Но лично мне кажется, что одной из, э, таких, э, серьёзных, э, проблем, э, заключается в том, для вас, э, э, что вы молчите, когда молчать не нужно. То есть, вы не, э, выражаете свою позицию. Тогда, когда её выражать, э, ну, вот, надо. Надо бы её, её выражать. Понимаете? Какая история. И, э, когда вам что-то неприятно, когда вам что-то, э, не нравится, э, ну, условно говоря, об этом нужно, э, об этом нужно, э, ну, прямо выражать. Вот. То есть, это нужно прямо выражать, э, вот. А вы этого, вот, как раз, э, скорее всего, и не делаете, как раз. А, вот. То есть, э, вы, э, вот, ну, на мой взгляд, э, просто, ну, вот, э, что называется, э, э, себя предаёте. Вот. А если вы себя предаёте, то, ну, конечно, как бы другие люди, вот, не будут, э, с вами считаться. Э, э, в том числе, ну, опять же, э, потому что они, э, вполне возможно, э, вообще уверены, э, что всё в порядке, они уверены, что люди, я имею в виду, э, что всё хорошо, они уверены в том, что ничего плохого не происходит, они уверены в том, что, ну, всё совершенно нормально, и, в общем, ну, вообще, э, как бы никаких, вот, э, ну, никаких проблем нет. Понимаете? Какая штука. А, вот. А то, что вам, там, условно говоря, да, тяжело, то, что вам, там, условно говоря, э, плохо, то, что вы, там, можете, э, ну, переживать, э, вот. Э, э, и так далее, это, вот, э, людям, людям, люди до этого просто, э, могут не додуматься. Понимаете? Какой, э, вот, ну, какой, какой момент. И не случайно, как бы. Вот. Поэтому, вот, тоже задайте себе вопрос, как часто вам, э, вот, э, бывает, э, что-то неприятное. Э, э, ну, когда, э, когда вы взаимодействуете с людьми, и как часто вы, например, об этом говорите. То, вот, если, э, если вы об этом говорите, э, как-то, вот, э, ну, нечасто, да, если вы об этом, либо, ну, либо нечасто говорите, либо вообще не говорите, э, вот. То, это, конечно, э, вот, э, ну, в первую очередь, э, история про то, чтобы, э, вам, э, ну, задуматься, э, относительно того, а, вообще, вот, как я, э, ну, общаюсь, э, с теми, кто меня окружает, вот. Как я общаюсь, как я взаимодействую с теми, кто меня окружает, вот. Ну, и второе, это то, что, конечно, э, касается ревности, то есть, это как раз то, что касается, вот, страха измены. Э, э, традиционно, это, э, мы, э, связываем, э, практически всегда, э, э, с, э, э, неуверенностью в себе, то есть, традиционно, мы, э, э, практически всегда это связываем, э, с, э, заниженной, э, самооценкой, э, вот, э, э, традиционно, мы, э, э, практически всегда это связываем, с, э, э, некоторым, э, э, таким опытом негативным, э, 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 человека, э, э, как бы, ну, ну, в, ну, в, ну, в прошлом, да, вот, оаа, прошлый опыт, э, э, человека, э, который, э, ну, столкнулся, значит, с э, 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 с изменой, да, по, э, ну, э, вот в силу, в силу ряда причин, например, э, пример, э, 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 Вот. И, соответственно, ну, как-то вот пережить это у него не получилось, ну, у него не получилось. Вот. То есть фактически мы здесь можем говорить о том, что как-то вот тема, ну, вот вся тема ревности, да, или вся тема, ну, вот, скажем так, страха. Страха ревности. Вот. Это тема какого-то либо негативного опыта из, значит, прошлого. Вот. Либо это тема заниженной самооценки. Вот. То есть мы имеем здесь дело с тем, что я себя, ну, я себя, да, воспринимаю вот как кого-то, кому, ну, могут изменить. Вот. То есть я к себе отношусь, 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 вот, ну, с таким образом. Вот. Вопрос заключается только в том, да, как я к этому прихожу. Вот. То есть, ну, вот, как я прихожу к тому, что, думаю, вот что, мне могут изменить. Вот. То есть, ну, наверное, наверное, к такому вы приходите совершенно не случайно. Вот. И, конечно, никаких, никакого, никакой случайности нет в том, что именно с вами, именно с вами, да, вот такая ситуация происходит. Вот. То есть, ну, на мой, на мой, опять же, взгляд, да, никакого, ничего необычного в том, что, что это происходит именно с вами, нет. Вот. То есть, вы сами, вот, ну, в какой-то степени, по-видимому, генерируете эту ситуацию, то есть, вы сами, по-видимому, своими действиями создаете ее, вот, и, так вот, в итоге, получается, вот, что вы сталкиваетесь с таким негативным опытом. То есть, это же в данном случае зависит от, ну, от поведения. В данном случае это прямая связь с поведением. Ну, то есть, с вашим, с вашим поведением. Вот. Ну, нравится вам это или нет, но, как бы, такая связь, она есть. Эта связь, она присутствует. Ну, вот. И, соответственно, более уверенный в себе человек. Человек более четко удерживающий, продвигающий, защищающий свою позицию. Вот. С таким тоже может столкнуться, но человек, который отказывается от такого поведения, например, из-за того, что боится, например, что, ну, что его бросат, да, что, там, его, там, я не знаю, не знаю, ну, кем-то, кем-то, кем-то посчитают, да, то есть, ну, посчитают каким-то нехорошим и так далее. Вот. Конечно, нас с таким сталкивается чаще. Ну, вот. То есть, это история вот именно про вашу модель поведения. Это история про вашу позицию, про то, как вы обращаетесь со своей позицией. Вот. Это история про то, какой моделью поведения, да, я пользуюсь. То есть, это история про то, значит, ну, как я говорю, например, о своих чувствах и так далее. Ну, вот. Поэтому, эээ, продигма здесь вот такая. На этом всё. Я надеюсь, что Памуг вам. Буду благодарен за обратную связь, по моему, ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...